Городской день инвалидов, или как сегодня принято говорить, людей с инвалидностью, состоялся на минувших выходных в Бресте. Без малого три десятилетия инициатива собирает на одной площадке в парке культуры и отдыха людей, которые, несмотря на тяжелые диагнозы, продолжают жить, створить и радоваться новому дню, а также тех, кто неравнодушен к чужим проблемам и бедам. Главная цель данного мероприятия – показать горожанам, нашим брещанам, что люди, живущие среди нас, люди именно с ограничениями, очень талантливы по-своему, очень творческие люди. В то же время здесь у нас и идет общение между общественными объединениями, между различными категориями граждан о том, какие же проблемы. Может быть, где-то какой-то проект сделать, может быть, какие-то интересные еще мероприятия провести. То есть идет в то же время общение разной категории граждан. В настоящее время в городе над Бугом проживает порядка 10,5 тысяч взрослых и около полутора тысяч детей, которые имеют разной степени утраты здоровья. Но эти проблемы не становятся для большинства из них приговором. Они стремятся работать, выражать себя в спорте и творчестве. К примеру, практически все номера концертной программы исполняли люди с инвалидностью. На многочисленных стендах изделия ручной работы также их авторство. Как только все это начиналось, этот день был как бы день напоминания, что в нашем городе есть инвалиды, их также много, и они такие же любят все и танцевать, и петь, и рукодельники, большие, хорошие. Но это напоминание. А за все эти годы и с каждым годом все больше и больше это похоже на праздник. Это праздник. Это действительно праздник. И вот посмотрите, все нарядные, все счастливые, все ждут праздника, все ждут показать свои работы, показать свое творчество. Это просто замечательно. В нашей стране проводится серьезная работа по включению людей с ограниченными возможностями в жизнь общества. Не так давно Беларусь ратифицировала конвенцию о правах инвалидов. И сейчас у нас вот в правительстве и в парламенте реализуются два направления основных, созданные межведомственные рабочие группы, вот по приведению, по реализации вот этой конвенции в нашей стране. То есть права инвалидов будут еще больше расширяться, и будет реализовываться принцип индивидуальной доступности. То есть чтобы они были вообще максимально нигде не ущемлены, ни по трудовому законодательству, ни по обучению, ни по каким другим еще направлениям. Второе большое такое направление – это будет меняться законодательство по лицам, которые имеют группу инвалидности по психическим заболеваниям. В мероприятии ежегодно участие принимают предприятия и организации города. В числе последних, к примеру, территориальные центры и Красные кресты. Это очень важно – быть вместе, быть рядом. Не только в этот день, а в принципе протянуть руку помощи, когда это нужно, или просто относиться с добром. Это необходимо всем. Просто людям с ограниченными возможностями может быть немного чаще. Люди должны чувствовать, чтобы полностью интегрированы в наше социальное общество, чтобы все наши учреждения государственные, учреждения здравоохранения были доступны. Но не только как какие-то лица, которые хотят получить какую-то государственную услугу, а в повседневной жизни. И те лица, которые не имеют таких особенностей поведенческих, физических, они должны тоже немного с сочувствием относиться к ним и всячески помогать. Чтобы человек знал, что о нем заботится, он в любой момент может обратиться к какому-то должностному лицу, ему либо компетентно ответить, либо его вопрос будет решен. Во всяком случае, мы не должны их оттолкнуть и отнестись без душевного сочувствия. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.